Добрый день, меня зовут Алла. Вот у меня такой вопрос. Смотрите, если мы вышли из РФ, почему нам арестовывают счета налоговые? А потому что налоговая инспекция это преступная организация, ее не существует в нормах права Российской Федерации. В 2014-2015 год налоговая инспекция была ликвидирована, восстановлена не была. И это частная организация, которая... Вы возьмите госуслуги сайт, найдите, кто учредитель, какая-то казашка здесь. Казахи это хорошие тоже люди наши советские, но казашка в Российской Федерации частный владелец сайта госуслуги. Также у каждого вот этого налоговой инспекции, громкие слова инспекции, тем более налоговая, феодального строя, у них есть учредители, и это бандиты. Они учредили, и пока, так сказать, никто не возмущается, они, значит, отмывают платежные средства, делятся со всеми, и все в порядке, пока их никто не прижал. А кто как-то прижалит, когда народ спит? А счета вы где имеете? Где имеете? Скажите. Ну, банковские карточки. Ну, карточки. Ну, какие? Вы имеете вообще в деструктивных, запрещенных, так называемых банках Российской Федерации? Потому что Центробанк, он вообще не банк. Это криминальное валютное управление, на всякий случай. Оно не имеет права выдавать никакие лицензии на банковскую деятельность. А выдавали лицензии не только на финансовую деятельность с громким названием «Генеральная лицензия банка». Потому что банк отличается от финансовой компании то, что банк может делать кредитные операции. А кредитные операции – это вексельные операции, обменные. Надо знать, что такое кредит. Займы, кредит – это разные вещи. Почему они не сели на займы? Потому что по закону замучаешься за займ у людей отнимать их имущество. А за кредит можно, потому что это вексельный обмен. А кредит они не имеют права давать. У них нет лицензии на кредитный вид деятельности. Даже в ФЗ в их корпоративном прописано, что это обязательно лицензированный вид деятельности, потому что это норма международного права. Ее нельзя игнорировать. Понимаете, в чем дело? Они ссылаются на закон о банковской деятельности. Ни один закон, никакой банковской деятельности не может перечеркивать вышестоящую норму права, даже в корпоративной системе. Поэтому есть ФЗ у них, это ФЗ не выполняется, никакой банк не имеет права давать кредиты, поэтому они просто в платежной системе фальсифицируют цифры, дают вам фальшивые цифры, а вы им приносите М9 с рынка. Понимаете? И таким образом вы являетесь участниками преступлений по фальсификации и отмыванию денег. Как будем бороться с этим? Ну вот у меня интервью есть на эту тему. Я уже все это дал, все это знают прекрасно. Мало того, этим занимаются уже везде. Это же Рокфеллерская вся группа вот этой херней занимается. Понимаете, в чем дело? И когда подчиняет и вот этот персонаж Пукин и так далее, а главный рулевой у них тут сейчас поставленный, это этот Абрамович от Рокфеллеров. Это гнида бегает. Вот, поэтому я вам что хочу сказать. Все сейчас будет сделано. Сейчас будет у вас Госбанк СССР и не будет у вас этих деструктивных организаций, они будут все закрыты. Вы сказали, что банк госпитальеров это государственный банк. Нет, банк госпитальеров это суверенный банк. Это суверен. И орден святого Иоанна, орден русов, который если еще раз кто-то оскорбит, я честно говорю, при встрече я спрошу с вас лично за оскорбление русов. Есть государственный сайт Государственного банка СССР. Там есть вся информация о банкнотах. Смотрите их, пожалуйста. Сейчас где банкноты? С Иосифом Виссарионовичем. Вот, совершенно верно. А это банкноты какого-то года получаются-то? Я так никак вот этого не пойму. Это банкноты, которые сейчас, послушайте, которые запатентованы за Советском Союзе сейчас и будут сейчас запущены, потому что старые банкноты были украдены, складированы во всяких шахтах и так далее. Они появятся очень быстро, у них слабый код защиты. И они быстренько опять будут в руках, так сказать, дорогих товарищей. Понимаете, в чем дело? Поэтому, чтобы этого не было, будут абсолютно новые, нормальные, запатентованные банкноты, они абсолютно легальные. Чем они вас не устраивают? Вам сами не нравится или что? Что там не так? Иосиф Виссарионовича я уважаю вообще-то. Сколько русов живых в России сейчас и по миру? Я уверена, у вас есть эта информация. Рус, знаете, кто такой вообще? Рус и Русь. Вот что такое Русь? Понимаете, в Игре Богов всегда пелось каждую ночь Сварога, когда начинались с мутом, есть песня такая, Русь молодая, солнцем верена. Почему молодая? Потому что ночь Сварога начинается, мать-сура-земля переходит в состояние Русь. Русь — это свет, единый свет и так далее. Поэтому Русь — это речь, утвержденная с четвертым словом. Вот что такое Русь. Сама Русь, как Земля, это сейчас в Игре Богов творена новая, новый энергоинформационный агат, такая сущность, которая называется Русь. И смысл её — это разумом управляя сущность, в которой объединяются все умные и становятся сотворцами. Которые нет господства. Вот чтобы вы поняли, как работают сущности с животным миром. Вот, к примеру, вы видели, когда в стаю собираются птицы, там ещё что-то и так далее. Летят, делают пируэты, пролетают со скоростью эти стрижи там или так далее. Целые там железобетонные мосты там и разбиваются, все они как-то вот вместе. И бывает так, что они раз все с Земли и разбились. Эта сущность так решила, вот направить их, та, которая берёт, куда они заходят и системно подключаются, и уже всем этим, как единым организмом управляет эта сущность. Это называется господство. Это когда сверху вниз управление. Структура Руси сама другая. Это когда ты разумный, а разумный это значит созидательный, подключаешься уже к Руси, и ты разумом управляемую сущность. И когда твой разум становится сотворцом, с более высокими, с более низкими, неважно. Но вы все сотворцы, вы все закон созидания. Вот что такое продукт любви, и продукт любви, это люди богов ведают, да, и продукт творения и сотворения в ночи сваруга, в игре богов. Это Русь, разумом управляемая сущность. Это и есть свет, потому что разум светлый всегда. Это всеразум, так сказать, ну объединённый разум. Поэтому вот что такое Руси. А Руси — это войны, сурай земли, защитники земли. Потому что мы всегда защищали землю нашу, наше пространство мы не давали. Потому что поганцы, пекельные цивилизации, как сказать, вербуя слабых здесь и всяких, делая, так сказать, генетически модифицированных, так сказать, человекоподобных существ, всегда пытались ослабить русов, захватить землю, и для того, чтобы её дальше разграбить, вытащить все сущности в виде, да всего, алмазов, золота, углеводородов и так далее, и так далее. Потому что они строят свои цивилизации, у них нет самодостаточных систем, они всё время потребляют. И поэтому Русь мы не давали к разграблению, землю не давали убивать, оставить её для наших потомков, для дня Сварога. А сейчас была последняя ночь Сварога, всё, то есть пошла уже вечность Сварога, вечный день, да, так скажем. И поэтому вопрос сейчас стоит в том, что русы это как раз суры Сварожичи, да, защита Кизи, это есть Ортова и Иоанна. И пробуждается русов очень много, они приходят, они работают. Нам не важно, мы даже не знаем друг друга, но мы делаем одно дело, понимаете? Потому что уровень нашего понимания вопроса и задач, он небесный. Небесный — это, ну, можно просто, это общественное сознание. Это сознание общественное и переживание за всё общество, за весь свет человеческий. Но надо понимать, что такое род человеческий и что такое генномодифицированные, искусственно созданные, так сказать, человекоподобные существа, которые запрограммированы на вредительство световому человеческому, захват, даже не. Вот это надо понимать, понимаете? И не всех надо... Короче, надо видеть, что в корзине можно идти. Ещё была очень важная информация от аватара по телефону Феникс. Он говорил о том, что в апреле должен будет быть назначен суверен, и только тогда начнут выпускать новые деньги в России и по миру. Так он назначен этот суверен? Послушайте, я не знаю аватара Феникса, да, честно вам говорю, но вы всё время как бы... Он выступал КГБ из Украины, он выступал в чате Галины Чумак. Я не знаю, я по чатам не хожу. Значит, единственное, что я могу сказать, как вам... Доверяй, да, ну проверяй. Доверие надо давать обоснованно. Если это аватар Феникс, пусть он хотя бы что-то означает Феникс. Хорошо? Феникс знает, что означает Феникс. А если он аватар, он должен сказать. Если он не скажет, о чём можно вести речь? То, что он что-то там говорит, может быть, и неплохое говорит, может быть, чьи-то мысли, может быть, чьи-то образы. Вот, но суверенно на земле они уже делают сварожичи. Иначе бы уже давно бы здесь мы бы с вами не говорили, не разговаривали. Понимаете? Вы даже не представляете, сколько раз хотели уже уничтожить человечество. И вспомните Левашова Николая Викторовича, как он защищался с Векланой. Вспомните других людей. Понимаете? Вы не придаёте этому значению. Подумайте. Вопрос важен. Да. У меня вопрос такой. Как вы относитесь к ведическим знаниям? Ведаешь, либо не ведаешь. Разведка. Что такое ведание? Что такое вера? Это ведание ра. Как я к ним отношусь напрямую? Я и есть полностью. У меня вера. Ведическая вера. Ведание ра. Речи Бога. Ра – это речь Бога. Исконье было слово, и слово было Бога, и слово было Бога. И творил Бог творец. Один, рекомый аз. Александр, вот такой вопрос, чуть-чуть приземлённый. Вот только что вы рассказали по поводу, что есть такое налоговое. А есть какой-то легитимный способ, чтобы вообще от её притязания отвязаться от налоговых вопросов? Вы знаете, у меня очень просто было. У меня все девчонки, я умный все, советские, суверенные. И нам что-то там адрес не регистрируют в кооперативе. Я говорю, так, ну-ка, давайте садитесь, пишите. Вы что, Александр, как можно такое письмо? Пишите это письмо. Помните, как Иван Грозный писал этому? Ах ты такой-такой. Ах ты это-это. Вот примерно так в таком тексте. Мы эти письма публиковали. Можем ещё опубликовать. Где мы говорим, вы нет никто и звать никак. Что вас уже нет в этом поле правовом. Что вы запрещены декретом. Что вы являетесь преступной организацией. Вся ваша база регистров принадлежит уже МПК СВР. И так далее, и так далее. Сначала всё выскажем, а потом говорим, вот это, вот это, вот это сделать не медленно. Верьте мне, всё сделали. Всё быстренько сделали, никто даже это. Они всё хорошо знают. Когда заходишь к более-менее старым ещё руководителям этой структуры, они знают, что кооперация не налогооблагаемая. Что они не могут вообще, например, пасть раскрывать в эту сторону. И вообще, что они, нет никто и звать никак. Что они сидят только лишь в корпоративной преступной системе. Вообще, ни по конам, ни по букве закона находятся сейчас здесь. Вас просто оббирают мошенники. И вы об этом не заявляете в открытую, конкретным текстом, правильным. Не так это, знаете, вокруг да около. Чётко. Вот надо не в бровь, а в глаз, понимаете, делать. Тогда всё будет получаться. Добрый день. Ну как не заявляем? Уже писем было отправлено и ФССР, и СПР. Нет, 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 не так. Вы же пишете обращение. Мы им ставим, предоставляем весь расклад. Не хочется реагировать. Надо сначала написать правильно, кто вы. Вот знаете, как пишется любой документ правовой? Сначала выражаем вам своё почтение, имеем честь сообщить вам следующее. Мы же не обвиняем читателя. Мы обвиняем структуру, систему и так далее. Не систему, а структуру деструктивную. Система – хорошее слово. Пишем им, выражаем вам своё почтение, имеем честь сообщить вам следующее. Это очень важные вещи. И пишем, мы такие-то, такие-то, то-то, являемся такими-то, такими-то, мы то-то, то-то, по праву суверена, по праву суверенного гражданина Великой Страны, суверенного Союза Советсоциалистической Республики, я живой человек, там, такое-то, такое-то, то-то, то-то, заявляю, не заявляю, а там, сначала заявляю, что вот это вот, а уведомляю вас сначала, что вот это вот является элегиным, согласно таких-то, таких, незаконных, так вот, так вот. Потом заявляю вам о следующем, что, заявляю, о немедленном прекращении всех отношений со мной лично и с учреждённым, номер документа под названием паспорт такой-то, 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 и так далее, и так далее, вот. Следующий момент, значит, вы заявили, первая часть поприветствовали, вторая часть рассказали о себе, третья часть, суть вопроса конкретная, что вы делаете, четвертая часть, благодарим за внимание, с уважением, и так далее, и так далее, то-то, все. Вот когда вы документ в четырех частях излагаете, он, это в школе учили, в советской, вспомните, он имеет уже структуру воздействия на общественное сознание, понимаете, учили все общество Советского Союза, Советский Союз учил весь мир, понимаете, и потом вы правильно должны понять, кто вы, кто пишете-то, если физическое лицо, то это британская фирма, вассальская, а если пишет человек, суверенный гражданин великой страны, суверенно Союза Советских Социалистических Республик, это другой вопрос, понимаете. Вы поймите, когда вы это пишете им, это не означает, вы всех по себе меряете. Там сидят деструктивные сущности, пекельные, и когда идет такой документ, он их жгет, они сгорают, они не могут на него не ответить. Тут простой пример. У меня есть брат, доктор Парамудов. И с него начали, попытались требовать взятку газовики для того, чтобы он подключил там у себя где-то на колхозе в своем там сушилку газу. А он начал возражать, давать взятку. Они взяли просто, отрезали деревню от газа зимой во дня, представляете. То есть сделали преступление. А Виктор Александрович на самом деле рыцарь ордена, святого Иоанна. Говорю, Виктор Александрович, на-ка тебе держи бланк рыцаря. Вот тебе печать черная, и вот тебе ручка черная. И вот тебе текст. Никогда не просим, никогда не обращаемся. Нет таких форм. Так мы же не просители с вами, не просящие, правильно? Что нам с суверенным гражданам просить? Мы все имеем. Мы с вами должны всегда заявлять, уведомлять, требовать, понимаете в чем дело? И приказывать, потому что они вассалы. Они находятся в феодальном обществе. Это ниже стоящая криво. Римская, адмиралтейская. А вы находитесь на платформе суверена. Так ведите себя как суверен. Если вы не ведете себя сувереном и говорите о том, что вы суверенны, это не то. Вы должны в действии это делать. Вы должны весь страх, все свои вот эти шаблончики, все воздействия бесовские, которые на вас со стороны оказывают, на ваше сознание, сжечь и действовать, вот как меч, разящий, понимаете? Четкий, светлый меч. Все, вот образ возьмите и с этим образом сделаете любые решения и документы. И вы посмотрите. Так знаете, что произошло, когда он это письмо отправил? Всю Саратскую область, весь этот Газпром, не знаю, они говорят, что там за силы такие, но всех просто-напросто перевернули кверх ногами, и сейчас Парамонов не успеет рот открыть, уже газ ему там делают везде, где хочешь. Можно спрашивать, Парамонов это тот, который имеет клинику свою? Доктор, да, это мой брат старший. Он мне троюродный, но мы считаемся все родные. У нас нет такого понимания, двоюродный, троюродный в роду. Двоюродный, значит родный. Троюродный, значит родный. Семьюродный, значит родный. Все родные. Александр, а можно по существу вот конкретно задать вопрос по ситуации вот в Финляндии, например, можно? Хотелось бы, чтобы вы разъяснили. Вот смотрите, первый вопрос. Все они замещают сейчас должности. Значит, я нашла подтверждение этому, когда зашла на сайт Ойкиос-министерию, это Министерство юстиции по-русски. И там, значит, в прямом доступе выложено заседание их неба, значит, какого-то собрания, где постановление советник Совета министров, который на пятилетний срок, начиная с 29 октября 2020 года по 30 ноября 2025 года, просит на этом заседании, чтобы он ушел в неоплачиваемый отпуск на время того, чтобы в это время быть на замещающей должности главного директора коллекторного агентства. То есть понятно, что он уходит от ответственности как государственное лицо, и при этом никакой ответственности не несет, занимая временно должность вот этого генерального директора. Знаете, вот самая главная сила в мире, это правда. Вот меч-кладенец, которым вы отрубаете бошки этим поганцам, да? Не бошки, а, так сказать, образ головы. Послушайте. Сандар, я понимаю, что чувства, я помню ситуацию недавно. Подождите, можно я это говорю? Я делаю именно так. Все эти годы, особенно крайние четыре, я полностью с вами в этом плане единодухом и светом. Значит, вопрос конкретный. Когда я вот это все приказы им, уведомления сейчас готовлю, их на должность проплачивать, чтобы они уже несли ответственность, потому что я их проплатила и назначила на эту должность, как суверен или нет? Зачем вы кто-то проплачиваете, назначаете вам? Зачем это нужно? Вы суверенный гражданин великой страны, суверенный Союз Советско-Социалистический Республик. А суверенные собрались, суверенные граждане, и они регулируют буквы закона, да? Я всегда говорю, есть кон, коны, да? Мы по конам и в букве закона, то есть той буквой, которой мы описываем, так сказать, те или иные взаимоотношения сейчас, пока мы все войдем в систему совести, то есть коммунизм. Коммунизм – это система совести, система сварога. Комуизм – кому – это медведю, сварогу истинно-земного мира. Поэтому совести истинно-земного мира. Поэтому здесь, когда мы к этому приходим, до этого мы пока регулируем буквами, да? И у нас сейчас, чтобы быстренько восстановиться, хотя бы вот это поле социальное, да, нам нужно регулироваться нормами права СССР. Понимаете, в чем дело? Есть понятие суверенитета, есть понятие суверен. Суверенитет получают, независимость получают, допустим, те вот страны, вот есть СССР – это страна суверенна. В Великобритании это вообще мошенник был. А вот остальные страны будут получать суверенитет. А суверенна будет страна одна. Понимаете, в чем дело? Иван, наверное, в таком понимании планетарный СССР, да? Это планетарный СССР и будет. Это будет система, куда будут проситься все, потому что это свободная система. Система для человека. И все вот с этими своими зомби, так сказать, кривульками в головах, понимать, что нужно жить нормально, свободно и по совести, и не надо никого, так сказать, колоть и пилить. Когда бесы из подселения, как подселение будут вот эти вот сущности деструктивные, выходить из человеческих вселенных и сознаний, тогда общество будет обретать грамотный и созидательный образ. И это уже происходит, это делается в других мерностях, те, которые вы не видите, но они, это не зависит от того, видите вы их или нет, они свои действия делают. И когда вы их начинаете видеть хотя бы своим осознанием, да, и, так сказать, и ищете этот образ у себя во Вселенной, в своем сознании этих мерностей, то вы начинаете заходить туда и тоже там наводить порядок светом и огнем небесным. Так вот, это так немножко, так сказать, в практиках. Так вот, я хочу вам сказать, что вы, когда вот документы делаете, вот все эти исполняющие обязанности и так далее, они уже все, они мертвые. Не обращайте на них внимания, я же говорю, все это идет к сокрушению полностью, все эти структурки, которые сейчас держат эти корпорации, они будут разбалансированы, все перейдет в народное управление, народную собственность, ну, народные доли, народные паи. Все перейдет. И народ будет управлять везде. Вот эта система так называемого капитализма, все, она терта, ее нет. А там именно частные собственности и так далее, напридумывали, взяли, значит, у человека была неприкасаемая доля, которую никто никогда не вправе отнять, которую он передает детям, всем и так далее. Это и есть, значит, правильное слово, да, к этому моменту. Придумали частную собственность, которую могут отнимать, собирать, кидать всех и так далее, и так далее. Для чего это нужно? Для которой надо еще налоги платить. Ну, поймите, ну, это... Да я-то это понимаю. Я даже это могу вам сказать застала, когда я в 90-м году сюда приехала, потому что у них до сих пор это есть, это кунты, это именно общины, где есть свои доли. Живет. Европа, как раз те, кто считает себя так называемой элитой, она живет там, как раз в кооперативном праве, я же вам сказал. Они никому ничего... Симмонс, вы думаете, это компания Симмонса, это что, это кооператив. И когда решили на нее подать налоговое, там, в суд германское, они выиграли. Еще извинялось перед ним, потому что Симмонс просто занималась меценатством и давала вот этим германским олигархам, которые вот этим, кто собирает подать, не подать, а налог с Германией, давала им деньги. Понимаете, в чем дело? И в любые трансконтинентальные корпорации это кооперативы. Вы запомните. Они поэтому и являются, посылают всех нафиг, потому что они сидят на этом. Ну да, Стокман в том числе, С-Панки. Конечно, а вся финансовая система основана на кооперации, вся. Что такое финансовая система была Америки, вот корпорации США? Это кооператив Рокфеллеров, Великобритании, кооператив Ротшильдов, этот Базель, Брюссель, кооператив. Свифт, это кооператив. Вы же поймите. Я же много лекций на эту тему даю, конкретных, вы просто не изучали, там все есть. Вы послушайте одну, вторую, третью, там образы раскроются, потому что я готовлюсь к ним. Это идет с энергоинформационного поля Земли. Я даю, когда вот эти вещи, я сам почти не помню, что я говорю, потом начинаю сам себя слушать и это, так сказать, учиться. Понимаете? Потому что это идет с поля. У меня вопрос такой. Скажи, пожалуйста, по управлению, когда вернется советское управление, имеют ли у нас кадры, которые заменят сегодняшних остолопов? Ну, по крайней мере, если посмотреть на сегодняшних дебилов, да, то даже, даже если мы пригласим людей с таких профессий, как уборщик, там, строители, так, кто не высокого ранга, это будет все равно лучше, поверьте мне. Вот. Потому что я знаю, я прошел этих дебилов, этих кабинетов, я увидел абсолютно, я вообще не понимал, как они, как вообще все функционируют-то, как это все. А все держится на народном эгрегоре, на народном, так сказать, мыслях, на русов, славян, понимаете, славящих, и славян, это не славянин, это не нация. Славянин, это тот, кто, понимаете, седьмой небесный поток. Поэтому... На дозволенности держится все. Дозволенность. На дозволенности. Нет, я имею в виду, на чем держится вообще структура, пространство и мир. Он держится на сознании, на общем сознании светлого человечества. Оно есть. Было, есть и будет. Субтитры создавал DimaTorzok